Здравствуйте! Вы смотрите Формулу здоровья. С вами Мария Шматкова. Сегодня в нашей студии заведующая женской консультацией Одинцовской областной больницы Лариса Владимировна Бархатова. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Здравствуйте. Объединение лечебных учреждений в единую структуру в одну больницу, в Одинцовскую областную больницу продолжается. Завершен первый этап, сейчас второй этап происходит. Но тем не менее, как все это отражается на женской консультации? Меняется ли режим вашей работы, Лариса Владимировна? Да, действительно, сейчас мы проходим такие организационные моменты, реорганизацию нашей больницы. Но я хочу сказать, что на работе нашей консультации никак это не отразилось. В результате этой организации, в результате объединения всех больниц, конечно же, это будет только выгода пациентам. Потому что после февраля уже у нас будет единая база, единая база ИМИАС, то есть единой системы медицинской документации. И все пациенты, которые будут прикреплены к тем больницам, которые вошли в областную больницу, мы будем введить эту базу. И любой пациент сможет спокойно записаться, не прикрепляясь предварительно к нашей консультации. Получается, стираются границы и дополнительного какого-то прикрепления уже не требуется. То есть все произойдет автоматически? Да, для тех пациентов, которые проживают на территории обслуживания больницы, да, это все будет автоматически. Но я хочу сказать, что женская консультация, она немножко обособленно работала. И у нас не было ограничений по месту жительства для наших пациентов. То есть любой человек, любая женщина, которая захотела посетить нашу консультацию, она могла это сделать, независимо от прикрепления к взрослой поликлинике. Ну и то же самое касалось и во время беременности, да, то есть можно было встать на учет именно вашей женской консультации, получить сертификат на дальнейшее рождение, да, малыша? Да, это все касалось всех пациентов без исключения. Любой человек мог прикрепиться к нам и наблюдаться у нас. Ну то есть есть все равно, ведь, наверное, понятие участка, есть врачи, которые работают в определенной, да, вилке, то есть по определенной географии. Естественно, участковость у нас сохраняется, потому что по-другому и нельзя, ведь, так сказать, скажем так, наши ставки, они рассчитывают именно на то население, которое прописано на наших участках. Ну а дальше уже включаются другие законы, другие приказы, которые говорят, что мы не можем отказать всем пациентам, которые к нам хотят обратиться. Лариса Владимировна, но вот все-таки объединение, оно увеличит штат женской консультации, это как-то повлияет в плюс? Получим ли мы новые ставки новых врачей? Ну, я не думаю, что оно повлияет на штатную, именно на штатное расписание, потому что это всего лишь идет формальное объединение, которое на всех участках. Вы получите, в общем-то, единицы, например, в Кубинке. Я правильно понимаю? Это не ведет к такому увеличению ставок на тех местах. Нет, это будут ставки в той областной больнице, которая у нас сейчас будет, и которая есть уже, и будет дальше только расширяться. Но вы почувствовали уже на себе увеличение пациента потока? Или все в штатном режиме, все как обычно? Все в штатном режиме, все как обычно. Какие сегодня медицинские услуги вы можете оказать своим пациентам? Хочу сказать, что наша женская консультация является базовой консультацией, она самая крупная. К нам прикреплено половина женского населения больницы, областной больницы. Но, кроме того, треть всех посещений, которые нас посещают, это те пациенты, которые не живут на наших участках. И мы их всех никому не отказываем и всех принимаем. Почему они к нам приходят? Потому что у нас есть возможности полного обследования, наблюдения и лечения на амбулаторно-поликлиническом этапе, как гинекологических пациентов, так и беременных. То есть у нас есть ультразвук, у нас есть кальпоскопы, у нас есть радиолечение, заболевания шейки, влагалища. У нас есть аппараты для наблюдения, обследования беременных женщин. И, конечно, люди это все видят, и они высказывают желание. Сарафанное радио работает, и они сейчас могут выбрать и выбирают именно ту консультацию, ту больницу, где им оказывают максимальную помощь, где их максимально обследуют и, например, подведут к родам. Я хочу сказать, что будущее именно вакушерско-гинекологической амбулаторной помощи, оно за централизацией. В настоящее время даже в нашей больнице очень много есть кабинетов вакушерско-гинекологических, которые разбросаны по амбулаториям. Это, конечно, с одной стороны хорошо, потому что это приближена амбулаторная помощь к пациенту, но с другой стороны мы не можем там оказать ту помощь и то обследование, которое нужно пациенту. Он все равно идет куда-то в другое место, сделать ультразвук, сделать какой-то анализ, сделать кардиотокографию плода. И поэтому все должно быть разумно. Нужно централизовывать, но это не значит, чтобы вот в одну большую консультацию сделать. Нет, это нужно сделать на местах, может быть, в пределах тех больниц, которые существовали, но чтобы это были женские консультации. Лариса Владимировна, давайте еще раз. То есть пациентам сейчас не нужно бежать, перекрепляться к другим лечебным учреждениям. То есть все в штатном режиме происходит? Да, все пациенты, которые сейчас живут на территории Одинцовского городского округа, они могут спокойно после объединения, если уже произойдет полное объединение, они будут уже пациентами областной, Одинцовской областной больницы. Да, и они смогут уже записываться к вашим врачам в том числе. Да. Если к вам пациент приходит первый раз, какой регламент? Когда пациент приходит первый раз, он записан на прием, конечно же, идентификация личности, это никто не отменял. Иметь при себе паспорт, полис, это требует закон, закон ОМС, где четко написано, что пациент обязан, плановый пациент, я не говорю об острых ситуациях, пациент, который приходит на плановые осмотры, он обязан при себе иметь паспорт и полис. И, естественно, еще в силу наших приказов, законов, пациент обязан еще подписать или не подписать, он имеет право не подписать, информированные согласия на осмотр, на анализы и так дальше. Поэтому это мы не можем делать в кабинете врача, это делается в регистратуре, либо в каком-то кабинете, который это... Ну, то есть, если пациенты впервые приходят в вашу женскую консультацию, лучше оставить время именно для этого и прийти чуть-чуть пораньше, чтобы оформить все документы и уже спокойно ждать своего времени. Да, несмотря на то, что у нас есть электронная карта, но в настоящее время бумажный дубликат у нас все равно еще есть, и пока мы от него не отказываемся. Лариса Владимировна, произошла монетизация молочной кухни, как сейчас работает? Да, с 1 января мы уже не оформляем рецепты на молоко, а это все заменено за денежные выплаты. Здесь немножко есть нюанс такой, что правила разные для тех беременных женщин, которые прописаны в Московской области, и те, которые не являются постоянными жителями Московской области. Если беременная прописана в Московской области, и она пришла в наше, например, учреждение, либо в любое учреждение, которое имеет электронную карту, то, по идее, все должно быть в единой базе, в единой областной базе, и никаких справок от врача не нужно. Для того, чтобы оформить монетизацию, ей нужно оформить заявление на портале госуслуг, где там паспорт, да, заявление, паспорт с НИЛС нужно ввести, и автоматически это заявление проходит, и его подтверждают в соцзащите. Но иногда бывают, конечно, сбои, и если что-то у пациента кто-то не умеет, что-то у них не получается, тоже монетизацию можно оформить через МФЦ, возможно, там понадобится справка от врача. Мы, конечно же, эти справки выдаем. Поэтому, если что-то у вас не получается, приходите, обращайтесь, прежде всего, к своему лечащему врачу, и врач в той или иной ситуации расскажет вам, как дальше быть. То есть вы проводите дополнительное информирование населения? Естественно. Вообще, отклик от будущих мам какой? Довольны ли они тем, что теперь эта соцподдержка монетизирована? Да, конечно же. Во-первых, это и сумма немножко больше, чем, прилично больше. Может, кому-то кажется, что это небольшие деньги, 400 рублей, но для основной массы это поддержка. Но, тем не менее, когда человек получает деньги, он может себе купить то, что хочет, а не то, что ему там выдают. Если женщина не прописана в Московской области, в Москве, например, у нас тоже много людей, которые прописаны в Москве, наблюдаются у нас. Тогда мы им выдаем справку, и они в своем регионе. Это могут также через портал госуслуг или по другим каналам. Они тоже могут оформить меры социальной поддержки, которые существуют для беременных в том или ином регионе. Лариса Владимировна, конечно же, много говорили о том, что женская консультация обладает большой технической базой. Но ведь если бы не было бы врачей, если бы не было помощников врачей, младшего медицинского персонала, наверное, женскую консультацию не шли бы. Да, я хочу сказать, что я своими сотрудниками горжусь. И у нас сложился за долгие годы уже коллектив очень сильный, грамотный. У нас почти все врачи имеют категорию первую, высшую. У нас все врачи повышают свой профессиональный уровень. У нас постоянно посещают не только пятилетние курсы повышения квалификации. Это хорошо, но если не повышать эту квалификацию каждодневно или если не посещать конференции, выставки, форумы, то сейчас работать просто невозможно. У нас каждый год меняются требования, потому что наука не стоит впереди, потому что наблюдения, научные данные, изыскания, они все меняются. И, конечно же, я хочу сказать, что у нас очень высокопрофессиональный коллектив. Приходят ли к вам молодые врачи? Да, конечно. У нас очень мало пенсионеров. Ну, должны быть и пенсионеры, и средние, да, и молодые. Молодые врачи очень перспективные у нас, кто у нас работает. И есть возможность куда расти? Есть. И развиваться, да, и в научном том же плане. Ну, да. В чем залог женского здоровья, Лариса Владимировна? Залог женского здоровья – это прежде всего в том, что нужно, чтобы женщина любила себя. И чтобы она следила не только за красотой, но и за своим здоровьем. Чтобы она регулярно приходила к врачу, а врач уже подскажет ей, как часто, что надо делать. Да, есть сейчас много скринингов. Скрининги – это когда совершенно здоровые женщины с той или иной периодичностью обследуются. Поэтому в этом, наверное, залог женского здоровья, чтобы вовремя уловить какие-то неприятности, когда еще даже ничто, никакого звоночка об этом нет, ничего не предвещает. Нужно регулярно посещать женскую консультацию, тогда проблем с женским здоровьем не будет. Правильно. И тогда мы будем иметь здоровых деток и здоровых мам. Вы уже сказали о том, что техника не стоит на месте. Конечно же, чего вам еще хочется, чтобы появилось в женской консультации? Вот в плане оборудования, в плане технологий. Вы знаете, я хочу сказать, что у нас все оборудование современное, но в плане том, что, конечно, требования растут. И в перспективе объединения больницы мы бы хотели, чтобы везде в каждом уголочке нашего округа было такое же наблюдение, обследование, лечение, как у нас в консультации. Поэтому, да, у нас есть современные ультразвуковые аппараты, не один. Но нам надо еще. И потом аппараты. Ультразвуковая аппаратура, она ведь недолговечна. 5-6-7 лет ее нужно менять. В общем-то, время быстро. А с развитием технологий, наверное, это время сокращается вдвое. Потому что все меняется, возможности растут. Да. И хочется, чтобы все самое новое было, безусловно, именно у нас. И для наших жителей, для наших пациентов. Судя по тому, что, ну, все, наверное, знают, конечно же, все знают, что демографические показатели сейчас немножко падают, рождаемость, но мы по нашей консультации особо не заметили. Это тоже хороший признак того, что пациенты у нас верят, что они идут именно к нам. Но я думаю, что нет смысла идти в платные клиники, платить деньги, когда женщины могут бесплатно получить все, что полагается по закону. Мы все выполняем. Наш основной приказ 572, который там, где есть четкий перечень, что мы должны сделать, что мы не имеем права не сделать. И с гордостью могу сказать, что мы все делаем. Лариса Владимировна, в 2019 году стартовал проект губернатора «Стань мамой» в Подмосковье. Насколько включились наши жители в этот проект? И что выбирают? Все-таки коробку, совсем необходимую для малыша или денежную компенсацию? Да, это прекрасный проект, который очень понравился нашим жителям, нашим беременным, нашим будущим родителям. Если мамочка родила в Московской области и зарегистрировала ребеночка, тогда она становится обладательницей приза, можно скажем так. Да, это может быть денежная выплата или это коробка с прекрасным набором для малыша. Кроме того, не только получается, а если, я хочу сказать, что в роддоме есть, работает сейчас органы ЗАГС, и они могут, регистрируют ребеночка, да, мама может получить СНИЛС, страховой полис на ребенка, она может его записать в школу, в детский сад, вернее, для начала в детский сад. То есть экономится масса времени, которое так нужно, которое будущие родители могут уделить своему чаду. Да, это очень нравится нашим женщинам. Все-таки вот после послания президента и губернатора, конечно же, которое было в первую очередь в этом году направлено на семью, на поддержку семьи, на поддержку материнства, и все слышали, что материнский капитал тоже будет увеличен, и увеличится и поддержка многодетных семей. Количество по беременности выросло, Лариса Владимировна. Или к вам приходят мамы с тем, чтобы как же забеременеть? Вы знаете, вот какое мое мнение. Конечно, наши женщины никогда не рожали за какие-то денежные, то есть специально поэтому они рожать не будут. Но это очень большой плюс, и это очень большая помощь именно молодым родителям. На самом деле они откладывают рождение ребеночка до того, когда сами смогут заработать эти деньги, чтобы хотя бы первый внос в жилищную какую-то свою программу внести. А здесь государство... Ну, в интересе капитала, льготы по ипотеке. То есть государство действительно... Здесь можно вполне вот эти деньги... Существенная поддержка. Очень существенная. И они вот этот вот период, они уже могут не проходить. То есть я считаю, что, конечно же, именно из-за того, не из-за того, что там вот они за деньги рожают, а именно из-за того, что они вот это время уже не будут откладывать рождение своего малыша, такого долгожданного. Поэтому, конечно, это очень большая поддержка, и я считаю, что это очень правильно сделано и вовремя. Спасибо, Лариса Владимировна, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин